Пришла в голову такая безумная идея Неужели Рено говно? Давайте компьютер подключим, посмотрим Здравствуйте, друзья! Вот уже три года я являюсь владельцем данного автомобиля Рено Дастер, объем двигателя 2 литра Коробка автомат, комплектация максимальная Покупал новым у официального дилера И кончилась гарантия И я попал на ржавчину И самое обидное, что говорил же сам себе в предыдущих роликах Клей-пленку, клей-пленку Везде клей-пленку Хотя, судя по комментариям, факт оклейки пленкой данного автомобиля Многих просто разорвал Писали, оклей ее всю, храни как пульт от телевизора в целлофане Друзья, я, наверное, бы согласился И не понимаю до сих пор, почему официальный дилер Не предлагает оклеить пленкой автомобиль Полностью или частично Частично Как дополнительную опцию На самом деле пленка, на мой взгляд, вполне хорошо сохраняет автомобиль И делает это лучше, чем краска Которую сейчас применяют Как оценивать состояние автомобиля на вторичном рынке Состояние двигателя, коробки Ну и, конечно же, кузов Все остальное можно легко отремонтировать И вот, пожалуйста, результат отсутствия пленки Лак, краска, оцинковка, грунт Ничего не помогло Ржавчина, много ржавчины И почти насквозь И все это за три года Хотя нет, за два года Потому что после первого года эксплуатации У меня были те же самые проблемы здесь Я обратился в сервис по гарантии Мне перекрасили заднюю дверь Но Через два года ситуация повторилась И самое обидное, что я забыл Я забыл про это дело Я приехал в сервис Когда у меня уже почти закончилась гарантия Чтобы все проверили И, если что, неисправно Устранили по гарантии Мне заменили второй раз трубку кондиционера Кондиционер перестал работать Но про крышку багажника Я им не сказал Ну, сами они, конечно же На это внимание не обратили Теперь ремонт только за свой счет Кстати, если у вас Рено Каптюр То там та же самая накладка И, скорее всего, та же самая беда И у новых Дастеров Которые продаются сейчас в России Та же самая накладка И я уверен, что та же самая беда Что удивляет Что ни производитель Ни дилер Никак не борются с этой проблемой Хотя все Я уверен На 100% Об этой проблеме знают Иначе бы просто не соглашались Перекрашивать Заднюю дверь Вот так вот просто по гарантии Неужели и правда Рено говно И знаете Пожалуй, нет Не соглашусь Без всяких сомнений Проблемы есть Однако Мы уже знаем Как с ними бороться При помощи пленочки За не очень дорого Кстати, накладку Открутить достаточно легко самому Главное найти все 5 болтов Но и плюсов В этом автомобиле Тоже достаточно И самый главный плюс Пожалуй Наиболее определяющий Выбор покупки Именно этого автомобиля Это его цена За что же 1.2 млн В первую очередь За размер Клиренс 210 мм Подвеска Полный привод Более-менее комфортный салон Найдете автомобиль С такими же параметрами Дешевле На российском рынке Боюсь, что Маловероятно И, конечно, я сейчас говорю Про новый оффлайн Что ж, если вы досмотрели видео до этого момента И по-прежнему не отключились Значит, вам интересен данный автомобиль Что он, как Как на трассе Как в городе Как едет Как коробка С удовольствием отвечу на наиболее популярные вопросы И начну я с расхода топлива То есть в среднем Это получается Вот 8,2 литра И прежде чем многие начнут строчить комментарии Да ты нам втираешь пургу Давайте обратимся к эксперту Здравствуйте Скажите У меня вот расход топлива 9 литров Это нормально? 9 литров? По-моему, что-то не так Какой двигатель? 2 литра 2 литра? Ну, я вот тут Даже записи делал Ну, по заправкам По расходу, километраж У меня, ну, те же примерно показания Получается Это нормально? Записано? Где записано? Ну, тут вот я записи делал Да на заборе тоже написано Ерунда Это фирнее не может Слушайте, ну, даже производитель Как бы те же параметры Ну, пишет На сайте На заборе тоже написано Все это ерунда Давайте компьютер подключим Посмотрим А что в диагностике? По чем? Да вон там, в статке Там все скажешь пациентам Мое посмотрите Туда? Смотрим, а что не смотрит Ничего Да, на все это рамки совершенно Нормально Все хотели Ну, что, что, как результат? Ерунда какая-то Не похоже на правду Ну, компьютер-то у меня Правильно бортовой показывает? Да мало что он там показывает Это все ерунда Ну, ладно Спасибо Да на здоровье За свидание Коробка автомат Многие считают, что Она древняя, медленная Всего 4 ступени Мол, как в городе Как на трассе Не придется ли страдать И отставать от потока Нет Страдать точно не придется В городе очень даже комфортно Отставать не будете А в некоторых случаях Особенно зимой Да на полном приводе Будете просто жестко доминировать Особенно со светофоров На скорости больше 120 км в час Да, немножко не хватает Еще одной передачи Однако не знаю Где со скоростью больше 120 км Можно кататься Как бы в России сейчас Это может быть немножечко дороговато Печка, кондиционер Все хорошо И зимой, и летом комфортно У некоторых зимой мерзут ноги Не знаю, я живу в Москве Прям таких сильных морозов не было На замерзание ног Вот пожаловаться не могу Да, два раза менял по гарантии Трубку кондиционера Говорят, сменили производителя трубок Обещают, что проблемы больше не будет Ну, посмотрим По подвеске все нормально Один раз поменяли по гарантии Как они называются? Косточки Стойки стабилизаторов И на этом все Кузов Если проклеить пленкой Все проблемные места То в целом Ну, жить-то будет Ну, а проблема у нас там, где трет Соответственно Здесь прокладка Под номером Так, двери Цветочки Тут мешаются Ничего Это же дастер Он в поле И это нормально Так, соответственно Пороги здесь вот все трет А вот здесь трет Я буду проклеивать пленкой Вот здесь частично Частично здесь проклеил Ну, соответственно В водительской двери то же самое У нас трет вот здесь Ну, с обратной стороны все то же самое А также трет под капотом Трет, соответственно, вот эта накладка С внутренней стороны Ну, с внутренней может быть не так страшно Как с внешней Ну, и также проблема у нас там, где летят камни А камни у нас летят, соответственно, сюда В двери Еще я бы проклеил пленкой даже крышу Вот эту часть Вот здесь у меня тоже проблема Вот Ну, соответственно, сюда попадают камни Ну, и также на капот Здесь Здесь Все это летит И я вам скажу, что даже на крыше есть коцки Поэтому, да Ездите куда-то в лес Куда-то на бездорожье Клейте машину пленкой всю Не слушайте комментарии Это реально продлит срок службы кузова Если вы, конечно, не хотите поездить 3 года И потом ее выкинуть Но если у вас другое мнение Пишите в комментариях Барабанные тормоза Ну, да, барабанные Они и барабанные И что? Машина технически тормозит нормально Поэтому меня это абсолютно не беспокоит Ну, может быть, внешний вид их Да, немножечко такой Сейчас достаточно ржавый В принципе, тоже многие берут Просто красят Грунтом, краской, неважно чем Ну, я вот с этим заморачиваться абсолютно не хочу И перехожу к рубрике Особенности работы Рено Дастер Начну с кондиционера Вот если он издает вздохи Это нормально Например, при заводе Я не знаю, сейчас получится или нет Обычно на холодную Да, сейчас такого не происходит На холодную Раздавался такой бдзинь Как будто по глушителю кто-то бил Это нормально Никто так, собственно, и не понял В чем была причина Но вот сейчас это перестало И на работу никак не повлияло Так, писк клапана на холодную Это примерно вот так выглядит Это нормально Вот если бы он всегда так пищал То его меняют А так, если периодически на холодную То это вполне нормально Так, писк ремня зимой При включении обогрева стекла На холодном двигателе Это нормально Вот сейчас все в моем двигателе Звучит абсолютно нормально А также скрип или шуршание колодок Это тоже все нормально Что вы хотели? А автомобиль-то всего за миллион двести И поверьте, меня это тоже немного раздражает А вот окружающих скрип колодок Наверняка вообще просто бесит Кстати говоря, вот защита Которую я придумал и поставил Вот такая зелененькая пластиночка Чтоб грязь меньше попадала На аккумулятор и на блок Она работает Сейчас двигатель, конечно, немножечко мыт Но, поверьте, грязи стала лететь Значительно меньше Да, конечно же, уплотнитель Это обязательно Но и вот та защита Тоже очень помогает Более подробно смотрите по ссылочке в описании Однако, стоит вырваться за город И попасть на какую-нибудь грунтовую дорогу Все это тут же исчезает И начинаешь получать абсолютно чистый кайф От управления, подвески, все дозволенности И в жирный плюс я еще отнесу размер багажника Ой, хорошо-то как на природе Но нужно сделать важное дело Взять этот диван И увезти Вот на этой машине Вопрос, получится или нет А, собственно, что здесь думать? Надо брать, догрузить Да и ну нет, конечно Сначала нужно прикинуть хотя бы примерно размеры Так, пять И вот так Чик Оп До конца Так, вот что делать с водительским? Попробуем? Вполне неплохое здесь спальное место Плюс получилось Теперь самое интересное Закроется ли Итак Шрам-пам-пам Отпускаю Так Отчет поселей Да и все Ну он захлопнулся Друзья, ну что я вам скажу Ехать, конечно, не очень удобно Но, тем не менее, я проехал уже больше ста километров Вот в таком положении И ничего В принципе, нормально Я абсолютно доволен Что диван поместился И что я могу его перевести Вот такая неплохая и неоднозначная машина И, возможно, я купил что-то другое Что-то более комфортное Но что? Я так же, как и многие из вас Сильно ограничен бюджетом А если у вас есть идеи Обязательно пишите в комментариях Обсудим Ты катался на Duster? Нет, не катался Ты катался на Duster? Сейчас меня просто многие спрашивают Почему именно Duster? Так, ну что? Почему К вопросу Почему я выбрал Duster? Потому что вот так вот едешь-едешь Едешь-едешь Асфальт, дорогу Все хорошо Вот так Дорога закончилась Бойфейн Бойфейн Раз Дорога закончилась Как ощущения? Я, честно говоря Мне так не привычно Такую скорость ехать Я обычно сбавляю скорость До 10 гм До таких дорог Сколько ты будешь ехать С такой скоростью До места назначения? Скорее какое расстояние Ну, а здесь 30 км 30 км по такой дороге? Да Друзья Если сочли это видео полезным Обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить Какое-нибудь следующее Интересное видео Спасибо До свидания За что миллион двести? Не знаю Нормально 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 Все держится Нормально Но только это Это не очень